Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Хочу сделать очень важное обращение к вам. Как все мы знаем, в России готовится Олимпиада. Высочайшая угроза экстремизма нависла над нашей родиной, Российской Федерацией. Я, допустим, снимал видеообзор. Кто-то, кто-то выложил его ко мне на стену. И в этом видеообзоре следователи усмотрели экстремизм. В видеообзоре фильма «Сталинград» и фильма «Около футбола». Я не подозревал, естественно, никакого умысла не имел, но экстремизм оказался проник. Значит, что делать мне для того, чтобы впредь такого не произошло, и что делать вам, чтобы с вами не случилась такой же ситуации? Необходимо на каждый свой пост, фотографию, видеозапись, которую вы выкладываете, писать обращение в соответствующую инстанцию с просьбой проверить, разобраться, не содержится ли экстремизма в том, что вы написали. Объясню почему. Экстремизм может прокрасться куда угодно. Вы сами сфотографировали котенка, да? А котенок поднял лапку. И, может быть, это, допустим, возбудит вражду или ненависть. Или вы сфотографировались со своей девушкой, а сзади, сзади на фоне кто-то разжигает вражду. Может быть, как-то там негр просит милостыню и тем самым унижает достоинство. Или, допустим, какой-нибудь дядя дает в рот мальчику. И тоже, ну, то есть, может быть, что-то проникнуть. А может быть, вы даже просто по незнанию, ну, допустим, поздравили всех с 23 февраля, да? И тем самым оскорбили чувство верующих. Или, допустим, поздравили свою маму с днем рождения, а в этот день случился холокост. Ну, короче, ситуацию мы понимаем, что если, конечно, вы написали смерть жидам, не надо, конечно, писать смерть жидам, ни в коем случае жить жидам, но если вы написали смерть жидам, то вы же сами знаете, что это экстремизм, и надо быстрее надпись удалить. То есть, ну, и заявление писать смысла не имеет. Но если вы не видите в этом экстремизма, то здесь по Фрейду, скорее всего, он там-то и скрывается. То есть, как вот сны. Все знают, что если сон очевидный, там идете, собираете грибы, на самом деле вы такого себе хотите, хотите подсознательно. Поэтому пишем заявление под роликом, ссылки на все интернет-приемные, и скачиваем текст. Объясняю, это реально важно. Надо обезопасить страну, обезопасить себя и дать немножко работы борцам с экстремизмом. То есть, ну, может быть, они просто не знают, где экстремизм скрывается, мы поможем. Значит, скачиваем текст, заявление, вписываем туда адрес, ссылку на какой-то подозрительный, с вашей точки зрения, пост, фотографии, видеозапись, аудиозапись, все что угодно. Распечатываем. Скачиваем, вбиваем туда эту ссылку, подписываем. Ну, подписывать надо, на самом деле, потому что мы все граждане, естественно, правозащитные, как это, сука, ебанное слово. Законопослушные. Вот. И отправляем. В течение месяца вам должны дать ответ. Если случайно, каким-то образом, вдруг вы допустили экстремизм, то вам скажут, да, здесь экстремизм лучше уберите. Вы ни в чем не виноваты, к вам никаких претензий нет, вы обезопасились. Ровно как Марьяна Максимовская написала заявление на ролик о казни таджикского наркоторговца. То есть, в принципе, я-то и не видел, что там что-то, таджикские наркоторговцы же, да, все плохо. А тут раз, оказывается, что социально защищаемый слой. То есть, естественно, что я не рассмотрел, но хорошо, чтобы мне помогли увидеть и отправили отбыть наказание. Но если бы я сам написал заявление, то мне бы ничего не было. Мне бы сказали, Максим, ну, посмотри, здесь как-то наркоторговцы нехорошо, они же таджикские, все-таки не трогай. Короче, под роликом ссылка, качайте текст, качайте ссылки на интернет-приемные. В течение месяца вам должны ответить. Содержится что-то экстремистское, не содержится, это очень важно. Если вам не ответят в течение месяца, то против тех, кто вам не ответил в течение месяца, даже начнется производство за то, что они нарушают процессуальные нормы. Я понимаю, что придется, да, постараться, чтобы ответить всем желающим на каждый пост. Надо его просмотреть и провести анализ краткий. Но, тем не менее, безопасность страны, она, естественно, превыше. Потому что такие ситуации бывают с фильмами, с обзорами, фотографию кто-нибудь выложит. Мало ли что, мы должны заботиться о целостности и сохранности нашей страны. Пожалуйста, отнеситесь с должным энтузиазмом к этому заявлению. До новых встреч.